Блюз, как своеобразный символ легкой ностальгии по уходящему году, если суммировать, то он был не простым, но интересным. Главный итог года – это стабильность в городе, наведение порядка, чистоты и стремление главы города привести город к главному празднику Новому году. Поэтому ему хочется и его команде пожелать успехов, удачи и чтобы город просветал. По итогам 10 месяцев к аналогичному периоду прошлого года рост экономики составил 2,1%. Самый высокий показатель в сельском хозяйстве. Более того, объем инвестиций в отрасль в 4,5 раза выше, чем в прошлом году. Одно лишь хозяйство Анапа вложило в производство порядка 800 миллионов рублей. На днях завершается закладка 100 гектаров яблоневого сада повышенной урожайности. Это к уже имеющимся 100 гектарам. Идет строительство хранилища. Потенциал бесспорно есть. Все международные эксперты, международные аналитики, которые приезжают, они в любом случае оценивают Анапу как перспективную, именно с точки зрения даже не виноградарства, как региона, а именно земли оценивают как для черешни, груши, сливы, персика. Глава муниципалитета Юрий Поляков поблагодарил всех, кто находится в зале, за их вклад в развитие города. Грамоты и благодарственные письма вручили представителям всех отраслей, включая городообразующую, санаторно-курортную. За 11 месяцев муниципалитет принял 3 миллиона 780 тысяч отдыхающих, а также около 900 тысяч тех, кто приехал на один день. Объем услуг оказанных предприятий санаторно-курортного комплекса состоял 108,2% уровню прошлого года. Я считаю, что это далеко не пределы возможностей нашей городообразующей отрасли. Нас ждет очень ответственный курортный сезон, который нужно провести на новом уровне. Мы освободили песчаные пляжи от незаконных торговых конструкций. Чистые обустроенные пляжи должны стать нашим достоянием, лицом нашего урока. Вместе с тем уже сегодня совместно с налоговой инспекцией идет работа над повышением собираемости налогов, борьбой с зарплатами в конвертах. Бюджет необходимо наполнять, чтобы решать накопившиеся проблемы. Пожалуй, основная из них – нехватка школ, детсадов, другой социальной инфраструктуры. Эту ситуацию необходимо переломить. И первые шаги нами уже сделаны. Мы ведем переговоры со стройщиками и четко ставим вопрос. Муниципалитету нужны помещения для почтовых отделений, кабинетов врачей, общей практики опорных, пунктов полиции и так далее. Некоторые строительные компании уже выразили готовность развивать свой бизнес в рамках социальной ответственности и работать в интересах города и его жителей. Год прошел под знаком 80-летия со дня образования Краснодарского края. По словам Юрия Полякова, анапчане встретили его вместе со всеми жителями региона, как одна большая семья. Среди важнейших событий предстоящего года – выборы президента страны, а также празднование 75-летия со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Пока же начался отсчет дней до празднования Нового года. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова